Что, разве раньше не случалось взрывы бытового газа? Случались. Что, разве раньше не горели маршрутки? Горели, конечно. Что, разве раньше ОМОН не оцеплял дома в поисках гипотетических преступников? Оцеплял. Могли ли эти три события случиться практически одновременно в одном месте? Маловероятно, но теоретически могли. Тогда что меня напрягает в этой истории, что не дает мне согласия с официальной версией? Вот что? Может быть, быстрота, с которой Путин там появился? Даже в Ведяево он появился лишь через несколько дней, даже в больницу пострадавшим в Норд-Осте лишь на следующий день, даже в Беслан лишь через пару дней и так далее. А тут за полторы тысячи километров практически через несколько часов сразу нарисовался. Без предварительного десанта ФСО, без посылки офицеров-поваров, которые должны были завести свою минералку на стол штаба и прочее, да еще в канун Нового года. Это, господа, все тот же самый Путин, который всегда опаздывает и которого не дождешься ни в Волгодонске, ни в Питере, какие бы взрывы там ни случались. Человек, который так тщательно следит за безопасностью своей тушки, который неделями пропадает после косметических уколов ботоксом, который практически живет в Сочи в субтропиках, неожиданно вылетел перть в зауральские степи в ночь, полную крови и горя. Пиар-пиаром, но никогда за свою 60-летнюю жизнь он так не рисковал собой любимым. Ни когда вместо отправки в командировку в Афганистан он отсидел на бессмысленной должности директора Дома культуры в Дрездене. Ни когда нужно было посмотреть в глаза вдовам утонувших подводников. Ни когда нужно было ответить на вопросы обезумевших матерей убитых детей. Однако правда такова, что независимо от того, ФСБ взорвали дома сейчас или раньше, террористы это сделали или это был просто взрыв бытового газа, все больше людей будут думать, что без Путина тут не обошлось. Такова сила репутации, которую он теперь имеет за 20 лет в своей галерной работе. И чем больше путинские СМИ и правоохранители будут убеждать публику, что следов взрывчатки не обнаружено, тем меньше люди будут им верить. И это тоже прискорбное свойство наработанной ими за это время репутации. Единственное, что мы знаем наверняка к этому моменту, что трагедия в Магнитогорске унесла уже 39 жизней. Часто путинские прихлебатели упрекают его оппонентов в пиаре на крови. А разве новогодний путинский визит в Магнитогорск не был именно таким пиаром? Почему он не предпочел свою обычную повадку явиться на третий-четвертый день, когда страсти улеглись и люди как-то уже пытались свыкаться со своим горем? А вы, кстати, заметили, что уже нет этих слезоточивых призывов отложить в сторону свои нападки на Кремль? Помолчать, просто посочувствовать нашей общей беде, а, мол, виноватых будут искать после, потом с холодной головой? Где эти наши випы одинаково обласканы и Кремлем, и оппозицией? Чего не завели свою традиционную в таком случае шарманку? Что-то случилось? Чем-то запахло в воздухе? Альфред Кох Я думаю, что подобное мнение высказывают сейчас большинство людей. И чаще всего слышится мнение, что, дескать, все это подстроено, все не по-настоящему. Конечно же, это спецслужбы специально положили взрывчатку. И даже в новостях СМИ есть некое своего рода оправдание. Следов взрывчатки на месте не нашли. Но множатся сайты, множатся ролики на Ютуб, и везде одна и та же тематика. Это подстава, это постановка. В этом кто-то заинтересован. И люди, в общем-то, на нормальное поведение президента уже реагируют странно. Почему приехал? Почему так быстро? Почему накануне новогодней ночи? Я считаю, в отличие от остальных, что конкретно в этом случае, конечно же, никакой постановки не было и быть не могло. В России происходит то, что должно начать происходить в России. И более того, подобных случаев будет множество. Понимаете, в стране, где все летит в тар-тарары, где, как я уже сказал, большинство специалистов выехали из этой страны давным-давно, остатки из них в течение путинского времени, а сейчас уже тянутся молодые, фактически дети, уже в девятом-десятом классе, мечтающие, что как только они поступят в вуз или после школы, свалят из этой страны. Что же вы хотите? В стране, где бардак и хаос, где ничего не проверяется, где и до того жилища были построены кое-как на ворованном, вернее, на том, что осталось после того, как своровали, чему же удивляться, что происходит одна авария за другой? Для тех, кто до конца не может ответить себе на вопрос, возможно ли такое разрушение после взрыва бытового газа, да, возможно, и, пока я говорю, это картинки домов, где до этого происходили взрывы бытового газа. Вот это конкретно картинка дома в Париже. Как вы видите, они практически аналогичны, смотря где взорвалось, смотря какой по стойке дом. Дом в Магнитогорске – это обычная бетонная коробка, которая складывается при малейшем толчке, и в этом случае как раз лестничный проем уносит за собой все ближайшие квартиры. А судя по рассказам очевидцев, именно так и было. Итак, я уверен, что это никакая не постановка, это лишь результат разломанной, абсолютно не функционирующей системы Путина. И Путин на этот раз поехал потому, что, как говорится, запахло жареным. Я уверен, что после критики в «Зимней вишне», после того ора, который поднялся в интернете, и до Владимира Владимировича дошло, что в народе зреет внутри такая ярость, которую скоро трудно будет сдержать. Именно поэтому из субтропиков и даже в канун Нового года президент поспешил на место событий, чтобы хоть как-то типа своим видом успокоить людей. Но он просчитался. Владимир Путин все еще считает, что в нем видят нашего президента. Ничего подобного, эффект получился обратным. Его нахождение там было бессмысленным, лишним и вызвало лишь чувство еще большего раздражения. Как всегда, выбирают жертву, что меньше всего пострадало. Конечно, с одной стороны, средства массовой информации не должны показывать самые страшные сцены, и было бы нечеловечно показывать людей с половиной головы, без рук, без ног, в крови или лежащих без сознания. Поэтому выбирают жертву, которая не шокирует всех остальных. В этом не стоит искать никаких подвохов. Ну а тем, кто продолжает развивать мысль о том, что, дескать, все, что происходит вокруг вас – постановка, эти люди до конца не понимают, что творят или множат зло. Почему? Потому что, когда сознание людей пытается усыпить, когда им говорят «не переживайте, у нас хорошие дома», «не переживайте, не взрываются дома так от газа», «уж в вашем доме-то точно ничего не случится», потому что вот этот конкретно дом был выбран для путинского спектакля. Эта позиция не просто злостна, она вредоносна. От подобного мнения общество здоровый социум должен защищаться. Потому что люди должны не просто давать оценку, искать причину и дальше пытаться предотвратить подобное в других аналогичных местах. Я абсолютно уверен, что режиму в канун Нового года настоящий гвоздь в заднице был не нужен. Это всего лишь показало, что несмотря на праздники, несмотря на хорошее настроение, которое хотят создать этому населению, жизнь поворачивает все так, как должно быть. Ну а если вам приятно думать, что это всего лишь спектакль, как и все остальное, если вам приятно думать, что людей заранее эвакуировали, или эти 39 погибших – это так себе всего лишь фамилии, никогда не существовавших людей, то вы находитесь в таком шизофреническом состоянии, когда реальность настолько ужасна, что вы не хотите ее воспринимать. Закрывшись от реальности, вы не сможете себя обезопасить. Наоборот, вы должны суметь искать либо выходы для себя, либо, если этих выходов нет, обезопасить своих близких в этой стране, летящей в пропасть в Тартарары. Не закрывайте глаза, не верьте, что вокруг вас разыгрывается некий спектакль. Для спектакля необходима хорошая организация, хорошие кукловоды, много денег, профессиональные актеры и прочее. В России давным-давно нет ни первого, ни второго, ни третьего. Никто там не пишет кровавых сценариев. Там просто сама жизнь начинает подкладывать этому режиму очередную свинью, которой они не готовы. Четко видно, что режим реагирует ситуативно. Они не в состоянии ничего контролировать, они не в состоянии привести страну в порядок. Поэтому спасение ваших жизней зависит от вас, от вашего внимания, от ваших консолидированных действий. Если вы сами не будете следить за своим домом, за своей улицей, за своим рабочим местом, то будут не только такие аварии, а еще похуже, типа Чернобыля-2. Вот, к сожалению, от этой страны России теперь можно ожидать что-то в этом роде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова